Добрый день всем присутствующим. Тема нашей сегодняшней пресс-конференции Деполт 2020. Быть или не быть, что ждет гривну в декабре 2020 года. Мы начнем сначала выскажем свое мнение о заявленной теме. Потом, если будут вопросы, мы, конечно, на них ответим. Итак, я хотел бы передать слово аналитику международной компании Телетрейд Сергею Родлеру. Пожалуйста, Сергей. Здравствуйте. Что касательно дефолта? Давайте разберемся в данном вопросе. Почему? Потому что в нашей стране очень часто словом дефолт многих пугают. За последние несколько лет это уже было неоднократно. И важно понимать, что это такое дефолт и бояться ли его стоит или не стоит. На самом деле дефолт наступает тогда, когда страна не может рассчитаться по своим долгам. В нашей практике в Украине была такая ситуация, когда-то в 1998 году, когда они смогли по внешним облигациям выплатить долги. То есть был так называемый технический дефолт, когда просто данный долг перераспределили, продлили по выплатам и выплатили через время. В мировой практике по поводу дефолта неоднократно тоже были ситуации. Например, Аргентина, Украина и Аргентина в целом похожи, как страны, которые ведут похожий образ экономической деятельности. Мы направляемся, ориентированы больше на экспорт, на экспорт сельхозпродукции. Так вот, в Аргентине уже за последние 200 лет 8 раз был дефолт. И, конечно же, у дефолта могут быть как хорошие стороны, так и нехорошие. Нехорошая тема в том плане, что может быть кризис, то есть если он наступит, да, может быть кризис, может быть глубокая рецессия в экономике, может быть, это все может сопровождаться безработицей, это может сопровождаться какими-то социальными, может быть, потрясениями для страны, падением нацвалюты и так далее. Но с другой стороны, если смотреть на примеры той же самой Исландии в 2008 году, они нашли позитивные стороны в дефолте. То есть после дефолта они смогли, когда банки не выставили, они смогли эти долги перераспределить на другие банки и, соответственно, отказаться от внешних долгов, проведя два референдума, и тем самым выйти из кризиса. В нашей стране в 2015 году, это было не так давно, да, я думаю, многие помнят, тоже была ситуация, когда мы были на грани дефолта. Тогда, зимой 2015 года, в феврале, очень сильно рос американский доллар, было 35, да, то есть там исторический максимум показали 35 гривен за доллар, и мы реально были на пороге. Но потом МВФ мешался и выдали нам очередную порцию транша. То есть тем самым, да, в страну пришел иностранный капитал, и в этом случае доллар снизился, в бюджет поступили новые деньги, да, и к какой-то степени мы стали дальше двигаться, дальше развиваться. То есть, если говорить о том, будет ли он сейчас, да, в текущих реальных условиях, в которых мы находимся, я думаю, что его не будет, потому что, во-первых, у нас золотовалютные резервы, скажем так, объем их, да, позволяет выплачиваться по текущим долгам. У нас до конца этого года необходимо выплатить в гривне 10 миллиардов гривен по долгам, есть долги перед МВФ, там, в размере 500 миллионов долларов, 590 миллионов долларов. Это первый момент, да. Второй момент в том плане заключается, что есть так называемые финансовые риски, да, наши долговые бумаги. Так вот, если посмотреть историю по нашим финансовым рискам, действительно, в этом году, 24 марта, мы были на пике, то есть на пике рисков, которые предвещали бы дефолт. Как раз-таки на старте карантина. Но потом постепенно эти риски снизились. Сейчас текущее положение пятилетних суверенных CDS, кредитно-дефолтные свопы, они достигли отметки 571 пункт, и вероятность дефолта в этом случае составляет 9,5%. То есть это очень низкая вероятность, поэтому я думаю, что дефолта в нашей стране, как минимум, в этом году, да, ожидать не стоит. Спасибо большое, Сергей. Но я думаю, Максим Орщак, это аналитик Центра биржевых технологий, дополнит вот эту мысль, которая прозвучала, достаточно радужную, что дефолта в этом году ждать не стоит. Спасибо. Соглашусь абсолютно со своим коллегой в плане того, что дефолта, сразу предупреждаю, я лично не ожидаю в нашей стране в ближайшее время. Но хочу развеять главный миф, который касается конкретно дефолта и того популяризма, который происходит непосредственно в период, когда МВФ отказывает нам, ну не отказывает, а ставит на паузу очередной транс, что происходит сейчас. Дело в том, что в интернете, вот хочу расставить точки над «и», очень часто в интернете и среди людей существует такое мнение, что если Украина объявит дефолт, то это как бы… Украина прощает все долги своим кредиторам и не нужно будет ничего возвращать. Это абсолютно неверное убеждение, потому что когда страна объявляет дефолт, да, это значит, что она не может платить по своим обязательствам, но это не значит, что она освобождается от всех долгов. Ей нужно будет платить, но только с реструктуризацией, пролонгацией данных кредитов и так далее. Это уже будет на стадии переговоров и тому подобное. Я хочу просто заметить очень важный момент того, что дефолт несет в большей мере негативный характер на экономику страны, в плане того, что, во-первых, что ожидает вообще страну после объявления дефолта в большинстве случаев. Это, во-первых, девальвация гривны, то есть обесценивание национальной валюты. Второе – это падение экономики в целом. Зарплаты и пенсии могут достичь уровня 10-20 нескольких десятков долларов. Испорченная кредитная история, которая будет очень тяжело потом возобновлять. Яркий пример этого является Аргентина, которая в 2001 году объявила о дефолте. И буквально за несколько месяцев курс аргентинского ПЭСа к американскому доллару вырос в 4 раза. А если сравнивать в разрезе 20 лет, то сейчас аргентинская ПЭСа в районе 70 ПЭСа за 1 американский доллар. То есть это почти 75 раз обесценивание аргентинского ПЭСа после объявления о дефолте. Я выявил такой общий знаменатель в плане того, что в мае этого года МВФ подписали новую программу по поводу того, что будут выделять новый транш в размере 5 миллиардов долларов США. Уже 2,1 миллиарда мы получили, но сейчас в этом году до конца 2020 года Украина должна была получить еще 1,5 миллиарда долларов со стороны МВФ. И остальные 1,5 миллиарда в 2021 году. Так вот, сейчас второй транш в размере 1,5 миллиарда, он пока на паузе. И МВФ пока не дает никаких фидбэков, то есть не сообщает о том, что будет, когда будет выплачиваться данный транш. Но, скорее всего, это связано с тем, что у нас, во-первых, предстоят выборы. И как абсолютно логично и как показывает практика, когда происходят выборы, неважно, президентский, парламент и так далее и тому подобное, в МВФ кредитор, он просто страхуется. И я думаю, что после выборов, которые должны состояться 25 октября, у нас будет более ясная и четкая картина. И после выборов, где-то в разрезе одной-двух недель, мы возобновим общение с МВФ. И до конца года, я думаю, что мы получим 1,5 миллиарда долларов, что предоставит поддержку развития экономики в целом. На что, в принципе, ожидает сейчас и рынок. Спасибо. Ну, вы знаете, я со своей стороны абсолютно согласен и с Сергеем, и с Максимом о том, что дефолта в ближайшее время не будет по одной простой причине, что дефолт, в общем-то, штука, я по-простому скажу, штука расчетная, его можно рассчитать. Но, вы знаете, тем не менее, хотел бы обратить внимание на то, что опасность существует. В чем эта опасность? Недавно был представлен новый проект бюджета уже на следующий год. И я хотел бы отметить несколько вещей, которые, как мне кажется, я не знаю, согласятся со мной коллеги или нет, сейчас мы это обсудим, так или иначе, подвигают Украину, пусть и небольшими семимильными шагами, но подвигают ее к дефолту. Приведу несколько примеров. Дело в том, что представленный проект бюджета рассчитан на макропрогнозах июля этого года. Я напомню, что июль это был фактически пик спада экономики, уже после того, когда Украина вошла в так называемую коронакризу. Но я хочу напомнить, что, в общем-то, падение экономики началось еще в конце прошлого года. И просто вот эти процессы, связанные с ковидом, как бы все это дело усугубили. Вот несколько несостыковок, которые бросаются в глаза даже абсолютно неискушенным людям. Например, по проекту бюджета на следующий год среднегодовой курс гривны к доллару США заложен на уровне 29,1 гривны. Вот как бы даже ниже, чем будет, наверное, курс доллара к гривне на конец этого года. Я вам напомню, что в бюджете, пересмотренном на этот год, это 29,5. Но вот на что хотел бы обратить ваше внимание. А как вот эта цифра 29,1 согласуется с политикой правительства, которая неоднократно заявляла о том, что она заинтересована в более дешевой гривне, что, естественно, это даст возможность покрывать дефицит бюджета. И как это согласуется с позицией Национального банка и позицией МВФ? Я вам напомню, что в планах Национального банка существенное сокращение монетарной базы. Допустим, по прогнозам и по планам НБУ монетарная база в 2021 году вырастет только на 3,5%, против более чем 20% роста в этом году. Ну а денежный агрегат М3, финансисты меня поймут, вырастет только на 10,7%, против его роста в этом году на уровне почти 20%, 19,5%. Понимаете, получается несостыковка. С одной стороны, правительство объявляет достаточно заниженный курс. С другой стороны, говорит о том, что оно не заинтересовано в высоком курсе гривны. С третьим, идет несостыковка наших основных финансово-денежных регуляторов. В принципе, тот бюджет, который заложен на следующий год, это 6% от ВВП, в условиях карантина, как бы, вернее, не карантина, а коронакризиса, как бы величина нормальная, очень многие европейские стран имеют и больший дефицит от ВВП. Но что смущает? Дело в том, что основной источник роста, роста экономики, как мы видим из проекта бюджета, в правительстве вообще, в Минфине в частности, видят в повышении дефицита бюджета и в инфляционных процессах. Другими словами, Минфин априори превращается в так называемого агента по поиску дешевых или не дешевых, но по поводу заимствованных средств, с помощью которых можно покрывать текущее финансирование бюджета, текущее финансирование долгов и так далее. И одна еще цифра, вот приведу, чтобы не утомлять. На следующий год приблизительно 200 миллиардов, думайте, 200 миллиардов гривен правительству придется привлекать. А через что привлекать? Естественно, через ОВГЗ. Мы знаем про ток нерезидентов с рынка ОВГЗ, и поэтому тот оптимизм правительства, который мы видим и слышим о том, что ОВГЗ в следующем году будет размещаться, грубо говоря, без всяких проблем, возникают некоторые к этому сомнения. В чем тут опасность? И опять же подходим к теме дефолта. Опасность в том, что будет так называемая скрытая миссия. Механизм, который стар как мир, что называется. В чем это будет проявляться? Это будет проявляться в том, что Национальный банк будет рефинансировать коммерческие банки, а коммерческие банки будут на этот полученный рефинанс приобретать облигации государственного внутреннего займа. Это называется скрытая миссия, которая, естественно, ляжет дополнительным инфляционным грузом на курс гривны. Я хотел бы спросить у своих коллег еще один такой вопрос. Начнем с Сергея. Сергей, как Вы считаете, вообще опасно ли поднимать в обществе тему дефолта? Насколько это является угрозой для репетационного имиджа страны, ну и для состояния украинской мовы, так званой деловой доверы? Ну, опасно или не опасно, важно просто, чтобы общество понимало, какие последствия могут быть от дефолта. Еще раз повторюсь, что не стоит его бояться, потому что есть ряд стран, которые, в принципе, пережили его и дальше развивают. То же самое Греция, пример с греками. То есть нельзя исключать, что он, как Вы говорите, что вероятность есть, потому что раздувается денежная масса, потому что эмиссия проводится, и Минфин за счет ВВЗ пытается накачать финансами. Я не могу сказать, что это опасно. То есть, по крайней мере, я считаю, что люди должны понимать, что происходит. И было бы хорошо, знаете, если бы, наверное, со стороны НБУ просто выступали почаще и, может быть, объясняли людям, что вообще происходит в стране в целом, потому что большинство людей, каждый занят своими заботами, и не всегда понимают, что происходит на верхах. То есть, если бы просто было, как это принято в Европе, потому что, например, вообще не в Европе, а на Западе в целом, западный мир, там регулярно отчитываются перед правительством, перед обществом в целом, что делают там банки, то же самое глава банка выступает, и объясняет, что они делают для того, чтобы улучшить ситуацию в мире. В частности, как это было сейчас в процессе введения карантина. То есть, если бы почаще, наверное, наши ведущие, люди, которые занимают эти посты, выступали, наверное, бы не было таких опасений, как происходит сейчас, когда просто СМИ эту информацию говорят, что возможно будет дефолт, и тем самым нагнетается обстановка. Поэтому я думаю, что это не опасно, главное просто об этом говорить и объяснять, как это работает. Спасибо. Максим Рыщак, аналитик Центра биржевых технологий. Максим, а как Вы видите вот эту вот, видите ли Вы опасность вообще этой дискуссии? То, что эта дискуссия вышла за пределы профессиональной среды, и перешла, выплеснулась через средства массовой информации, через заявления отдельных политиков, депутатов, выплеснулась в массы. Вот насколько Вы считаете опасность этой ситуации? Есть она вообще или нет? Спасибо за вопрос. Смотрите, по поводу опасности, я не считаю, что это есть опасным. Я хочу просто повторить те слова, которые говорил. Если посмотреть в истории того, что происходило ранее, вот есть четкие знаменатели. Мне кажется, люди уже это сами начинают видеть, и на это, возможно, даже не реагировать. Но тут есть другой момент, о котором скажу чуть позже. Важно понимать, заметьте, дефолт, вопрос дефолта поднимается тогда, когда МВФ ставит на паузу выплаты по получениям транш. Это было в мае, это было в апреле этого года, это было в 2015 году. Это постоянно, когда только МВФ отказывает, ну, нет, то есть ставит на паузу. И здесь важно понимать, что только после этого начинается поднятие вопроса по поводу дефолта. Почему этого вопроса не было, когда были плохие отчеты? Почему этого вопроса не было, когда прошло первое полугодие, и Украина показала плохие показатели по развитию ВВП и тому подобное? Нет, поднимается этот вопрос сейчас. Я еще раз хочу акцентировать внимание на то, что я не ожидаю то, что в Украине будет дефолт, но я ожидаю то, что, да, у нас будет ослабление экономики страны точно так же, как происходит сейчас в абсолютно во всем мире. Я поддерживаю вас, хочу непосредственно немного цифр добавить в ваши слова, подтвердить факты. То, что украинская экономика, она действительно начала ослабевать еще в начале даже 2020 года, о чем свидетельствует только курс образования украинской гривны, когда у нас в обменниках, например, был еще в январе-феврале месяце 23,80, сейчас у нас уже в обменниках 28,20 и так далее. То есть курс гривны ослаб практически на 19% всего за полгода. И понятно, что по одним причинам это был коронавирус, не без этого, что повлияло и на развитие абсолютно всего мирового сообщества. Но я хочу заметить также, что по поводу того, что ожидается дальше, чтобы люди были готовы в первую очередь, того, что есть опасения того, что у нас будет вторая волна коронавируса. Есть статистика того, что МВФ прогнозирует к концу этого года ослабление ВВП к уровню минус 7,7%, но хочу заметить, что это не так уж и плохо. Если сравнить, например, с мировыми лидерами в мире, например, США, ВБР, Всемирный банк развития, прогнозирует то, что к концу этого года ВВП будет в США минус 6,1%, В Японии это будет минус 9,1%, В Японии минус 6,1%, Польша, наш сосед, минус 4,2%, Украина где-то в районе минус 7,7%, возможно, даже минус 8,2%. Единственная страна, которая получит выгоду от этого, это Китай, потому что прогноз ВБР – это 1% прибыли, прироста ВВП. Но посмотрим, будет это или нет, это просто прогноз, но то, что Украина показывает, и даже прогноз по развитию ВВП не такой уж плохой, как по мне, это есть и дает такой некий позитив в успокоении ситуации и психологического, морального, возможно, экономического настроя конца этого года. Давайте остановимся на последнем тезисе, который озвучил Максим относительно благоприятного прогноза. Опять же, возвращусь к проекту бюджета. В проекте бюджета заложен рост курса ВВП на уровне 4, там, больше 4%. Вот опять же, возникают смутные сомнения, за счет чего, может быть, достигнут такой рост. Дело в том, что правительство сейчас отчитывается о так называемом восстановлении экономики до ковидовского периода, скажем так. Действительно, так если отбросить все прочие составляющие, динамика восстановления промышленности, да, она есть. Но опять же, возвращаясь к тому, что я сказал немножко раньше, падение началось до ковида. Но за счет чего тогда вытягивалась экономика страны? Она вытягивалась за счет очень высоких темпов розничной торговли, которые были более 10%. Сейчас это абсолютно не так. Сейчас к падению в промышленности добавилось существенное падение в сельском хозяйстве. С одной стороны, это, учитывая, что Украина экспортно-ориентированная, и в том числе одна из основных статей экспорта – это сельхозпродукция, то опять же возникают очень большие вопросы к оптимизму правительства. Но я хотел бы вернуться к вот этому тезису относительно благоприятных прогнозов. Известно, что экономика страны растет, правильно растет, это даже не книжный вариант, это такой доказанный вариант, когда растут капитальные затраты. Капитальные затраты могут расти, когда в стране благоприятный инвестиционный климат. Мы все уже немножко подзабыли про так называемых инвестиционных нянь, которые нам обещали. Но, тем не менее, вот если гипотетически рассматривать прогнозы правительства радужные и рассматривать инвестиционный климат страны, то, Сергей, в чем видите вы возможность экономического роста, возможность роста инвестиций? Ведь мы все прекрасно знаем, что мир последний год так точно живет, экономика мировая живет в сжатом состоянии, и прежде всего финансируются внутренние рынки. За счет чего мы можем привлечь инвестиции в реальный сектор экономики? Ну, прежде всего, если говорить о возможном росте ВВП и благоприятных прогнозов, то можно сказать, что по большому счету то, что мы сейчас имеем, было достигнуто благодаря отношениям с Китаем. Потому что, по сути, в реалиях текущих у нас, получается, сократился и импорт, и сократился экспорт. Но импорт сократился вдвое на фоне экспорта. Тем не менее, экспорт с Китаем наладился, и если брать цифры, в этом году экспорт Китая был нарощен на 95% в Китай, продукции в Китай. Что туда уходило? Туда уходила сельхозтехника, туда уходили металлы. Это произошло благодаря тому, что как раз-таки, мы же помним, как началось, началось все в Китае. Китай первый пострадал, но Китай первый стал выходить из этого кризиса. И благодаря этим торговым отношениям с Китаем, мы, в принципе, и продержались на плаву все это время. Поэтому за счет чего в дальнейшем можно наращивать? Безусловно, нужно говорить и оглядываясь на коронавирус, потому что сейчас мы имеем ситуацию во всем мире, это ситуация неопределенная. Сейчас, по крайней мере, уже есть информация, что США, Израиль, Британия, они начинают ужесточать карантин, и мы не знаем до конца, что будет в нашей стране, на что пойдут власти у нас. Тем не менее, если говорить о том, как будет восстанавливаться экономика, безусловно, если говорить о торговле, за счет Китая, потому что Китай пока он будет развиваться, нам тоже от этого будет хорошо. Если этого не будет происходить, тогда нужно просто переориентироваться на внутренний рынок и за счет просто развития внутреннего рынка. Спасибо, Сергей. Вы знаете, не все с таким оптимизмом смотрят на ту статистику, которая идет из Китая. Но будем ей верить, в конце концов, у нас нет особых причин. Мы опираемся на цифры. Есть причин ей не доверять. Хорошо. Максим, скажите, пожалуйста, а как вы видите, какие возможности инвестиционные есть для восстановления экономики, скажем, в следующем году? Давайте у нас еще этот год не закончился. Я хочу просто заметить и подметить то, что сейчас весь мир переживает по факту уникальный момент, потому что такого еще никогда не было. Когда границы закрываются, когда экономики просто изолируются друг от друга. И понятно, что развивать экономику в стандартном режиме, как это было раньше, экспорт, импорт и так далее, достаточно тяжело. И говорить о, например, завершении этого года. Дело в том, что в Украине есть некий цикличный образ развития экономики и курса образования. Первое полугодие для Украины это всегда позитив в плане того, что, не считая этот год, конечно же, по понятным причинам, это всегда позитив, потому что у нас вселивается экономика, потому что мы постоянно выполняем все квоты и по продажам на экспорт и так далее, к нам приходит много капитала. А ведь что движет непосредственно развитием экономики? Это приток капитала, это приток инвестиций, это получение прибыли, которое реализуется после продажи товаров. То есть больше продать, меньше купить. То есть по факту у государства есть два пути, как можно выйти из ситуации, которая есть на текущий момент. Это либо первое, это увеличить доходы, либо второе, это сократить затраты. Увеличить доходы в период, когда границы закрыты, когда экспорт вялый, достаточно сложно. И понятно, что реальный сектор на самом-то деле, и что движет экономика, это развитие реального сектора. Понятно, что он будет, скорее всего, к концу этого года очень слабо себя проявлять. Сократить затраты – второй вариант, то, что планирует сделать и правительство. Спасибо, Максим. Но я, вы знаете, на самом деле не увидел в проекте бюджета возможности правительства, вернее, желания правительства сократить затраты, что было бы действительно правильно, как вы отметили. Но, тем не менее, вы знаете, нам начали приходить некоторые вопросы, и мы спустимся, что называется, с макроуровня на микроуровень. То есть, обратим внимание на то, что интересует не только наших финансовых гуру, не только то, что интересно всем на подшерстких пагорбах, а и на тех вопросах, которые интересны любому гражданину Украины. Вот первый вопрос, который к нам пришел. Скажите, пожалуйста, стоит ли покупать доллар сейчас или уже поздно? Когда его лучше покупать, если какая-то сезонность в курсе валют? Ну, если говорить про сезонность, да, она есть. Я думаю, что в нашей стране, да, наши люди, они, ну, по крайней мере, за последние лет шесть точно могли это заметить и понимать. То есть, у нас определенные циклы. У нас зимой, как правило, да, вот после Нового года, начиная со второй половины зимы, доллар немножко падает вниз, гривна немножко укрепляется. И потом весной держится стабильно, потом весна-лето, скажем так, держится стабильно, потом с приходом второй половины лета, ближе к осени, начинается обратно рост курса доллара. Перед Новым годом он снова дешевеет, после Нового года он растет. То есть, есть определенные циклы. Это экономические циклы, это фактор сезонности. Сюда можно относить, если мы говорим о летнем спаде, это отпуска, после отпуска потом все приходят и начинают вновь восполнять свои запасы семейные. То есть, ну, опять спрос на валюту возрождается. Плюс осеннее движение доллара вверх, это связано с тем, что мы готовимся к отопительному сезону. У нас есть, скажем так, основные участники рынка, которые на межбанке закупают валюту в больших объемах, для покупки газа на внешнем рынке. То есть, сезонность, да, есть, и это важно просто понимать, что зимой доллар падает вниз, весной, летом он держится стабильно, а уже с осени начинает расти. Если говорить там вопрос, как вы сказали, стоит ли сейчас покупать, ну, наверное, вот я открыл график, сейчас смотрю. Сейчас, наверное, уже немного поздновато. То есть, лучше дождаться коррекции, если она состоится, и тогда, ну, коррекция, да, немножко подешевеет, там, на пару копеек, и можно еще раз закупиться и держать, ну, и держать вплоть до зимы, потому что у нас на носу выборы, как они пройдут, ну, никто, наверное, не знает, там, какая, да, политсила будет дальше действующая и так далее и тому подобное. То есть, во всяком случае, всегда в период выборов у нас идет спрос на валюту, потому что это в нашей стране, это неопределенность. Неопределенность, она порождает некие страхи, и, естественно, люди предпочитают уходить в валюту. Поэтому можно, да, уходить до зимы, держать, а уже там дальше, постфактум, после выборов смотреть на текущую ситуацию. Сергей не советует покупать доллар именно сейчас. А что скажет по этому поводу Максим? Я спрошу по-одесски, спрошу, на какой срок вы хотите это сделать, потому что важно понимать глобальные тенденции, которые происходят в нашей стране, потому что Украина считается по большей мере экспортно-ориентированной, вернее, она хочет себя так считать. В мировом сообществе, в мировой практике экспортно-ориентированные страны – это те страны, которым выгодна слабая национальная валюта на самом-то деле. И украинская гривна, она будет ослабевать, то есть она будет постепенно-постепенно девальвировать. И если вы планируете сохранить на какой-то долгосрок, как минимум сохранить свои средства, то да, вы можете покупать и сейчас, покупать американский доллар. Потому что, во-первых, я лично прогнозирую и вижу, что мы еще увидим, это сейчас не максимум, который есть на текущий момент, на сегодня, там, 28. Сколько, Сергей Анатольевич? Сейчас 20. Сейчас 28.18. Да, на межбанке 28.18. Я думаю, что это не предел. Мы будем двигаться, вернее, гривна будет двигаться еще к максимуму, которые были в январе 2018 года. Это уровень 28.90, даже 29.00, 29.50. Вот то, что я вижу лично к концу этого года. Поэтому, если вас устраивает такое обстоятельство, тогда вы можете покупать, конечно же, американский доллар, держать на долгосрок так точно. Спасибо, Максим. Но от себя добавлю, что вот нечасто я абсолютно согласен с людьми, которые ставят вопрос относительно перспективы, но в данном случае согласен с Максимом на 101%. Ответ очень прост на самом деле. Очень часто спрашивают, покупать доллар или не покупать. Причем это спрашивают, ну, вы знаете, наверное, там еще с 93-го года, а то и раньше. Вот всегда есть один хороший ответ. Зачем вам покупать доллар? Тут действительно вопрос перспективы. Вот смотрите, если вы собираетесь покупать доллар для того, чтобы накопить, условно говоря, через полгода на заграничную тур-поездку, то вообще с этим не связывайтесь. Курс доллара, он колебается относительно гривны, и вы все то, что можете заработать, потеряете на марже при покупке-продаже. Если у вас в планах что-то более масштабное, допустим, по среднесрочной перспективе, это приобретение автомобиля, скажем, и это что занимает в накоплениях несколько лет, ну, тогда, очевидно, да, доллар можно и стоит покупать. А теперь смотрите самое главное. Если перед вами стоит долгосрочная перспектива, то есть вы хотите, условно говоря, что-то оставить своим детям. Скажу банальную вещь, которую знают все экономисты, и на которую почему-то очень мало обращают внимание представители других профессий. Доллар США – это точно такая же денежная единица, как любая другая. Она точно так же подвержена инфляции. Поэтому вы должны понимать, что если вы просто купите условные 100 долларов США и положите их куда-то в шкаф, то через 10 лет вы сможете купить на эти 100 долларов гораздо меньше товаров и услуг, чем сегодня. Поэтому неработающие денежные средства, они как раз, в общем-то, не приводят к накоплению в долгосрочной среде. Ну, вы знаете, пришел второй вопрос, который очень тесно связан и с первым, и с тем, что я только что сказал. Поэтому, ну, может быть, какие-то вот дополнительные грани в этом мы обозначим. Он такой вопрос. В какой валюте вы советуете держать сбережения, и какую форму накоплений можете назвать наиболее выгодную? Сергей, пожалуйста. Ну, по поводу какую валюту, да, безусловно, это доллары, это евро. В нашей стране это очень популярно, да. Я бы еще рекомендовал обратить внимание на британский фунт стерлинга, потому что он тоже сам по себе очень дорогой и, в принципе, выгоден для сбережения в иностранной валюте. Какую форму накопления? Ну, конечно же, это инвестиции под сложный процент. То есть, если вы правильно сказали по поводу инфляции того же доллара, то, что он тоже сам по себе, любая валюта, она обесценивается. Если мы просто положили и держим какую-то определенную сумму, то через года она будет обесцениваться. Ее нужно инвестировать, ее нужно приумножать, чтобы эти деньги работали. Поэтому это все под сложный процент, и тогда… Просто, ну, есть формула, да, можно просчитать свой сложный процент, на что вы хотите выйти, какую сумму вы хотите получить, и что для этого нужно на старте, да, на начальном капитале, и потом какую делать докапитализацию в будущем. То есть, под сложный процент, и в этом случае тогда ваши капиталы будут расти. Ну, тот же вопрос к Максиму. Единственное, что вот я хотел бы акцентировать внимание, зритель все-таки уточняет, какую форму накоплений вы можете назвать наиболее выгодной, и в этой связи, может быть, Максим, вы посоветуете какой-то финансовый инструмент? Спасибо за вопрос. Очень, как по мне, инвестиционный. Но я хочу дополнить еще первый ответ. Дело в том, что, смотрите, формула, которая наблюдается за последние шесть лет, она следующая. Как Сергей Анатольевич сказал, экономика нашей страны, как и курс образования, она циклична. Дело в том, что за первые полугодия, вот если вы посмотрите на историю движения графика гривны к американскому доллару, вы увидите то, что за первые полугода, это где-то с января, с февраля месяца по июль, гривна в среднем укрепляется на 2-2,5 гривны. Если говорить об обратной динамике, вы можете это сейчас записывать. Если говорить об обратной динамике, то с сентября, с конца августа гривна ослабевает где-то в районе 2,5-3 гривен. Вот можете посчитать, когда лучше переводить деньги в гривну, когда лучше переводить деньги в доллары и так далее. Если говорить, моя личная рекомендация, я лично пользуюсь и руководствуюсь правилом диверсификации. Это правильное распределение своего капитала в качестве как минимум сохранности средств. Это 50 на 50 как минимум, это примитивно, это часть сохранять в американских долларах, часть в евро, в европейской валюте. Что касается операционных расходов, то гривну, вот как раз-то гривна, она касается только операционки. Что такое операционка? Это то, что вам нужно на жизнь. То есть это покупка еды, затраты на ваш основной бизнес и так далее и тому подобное. Это и есть операционные. Сохранять деньги в национальной валюте Украины я лично не рекомендую. Если говорить о перспективах, например, активах, которые я вижу в качестве инвестиций, это являются дорогостоящие металлы, это серебро, это золото, которые так в этом году показали достаточно сильную динамику на фоне кризиса. Потому что заметьте, что всегда, когда происходит кризис, когда происходит какая-либо геополитическая дестабилизация в мире, золото, какие-то дорогостоящие металлы, они растут в цене. Потому что исторически так сложилось, что золото является инструментом-убежищем для сохранности средств. Поэтому имейте это в виду. Все, спасибо. Спасибо, Максим. Да, по поводу золота вы абсолютно правы. Не зря золото называют абсолютными деньгами. Ну и, кстати, как инструмент, если вы действительно рассчитываете на сбережения на несколько десятилетий, то вполне разумно будет покупать банковские металлы, что легко сделать в любом банке. Конечно, золото прежде всего, потому что оно является абсолютно ликвидным. Вы знаете, коллеги, нас догоняет политика. Вот мы хотим это или не хотим, но экономика, финансы очень тесно переплетены с политической ситуацией в нашей стране. Мы неоднократно вспоминали сегодня про ближайшие выборы. И вот, пожалуйста, вопрос к нам пришел. Зачитываю. Как результаты местных выборов повлияют на курс национальной валюты? Сергей, пожалуйста. Ну, я думаю, что в любом случае, независимо от результатов местных выборов, опять же, учитывая все, что мы сказали ранее, да, то есть цикличность определенная и в экономике, и ситуация, то есть сейчас, наверное, даже больше ситуация пандемии, как она повлияет, да, чем те же самые выборы. Курс доллара, на мой взгляд, в любом случае будет расти, независимо от результатов. Потому что наша страна, тут важно понимать, да, Украина – это страна, которая относится к развивающимся рынкам. Есть развитые страны, есть развивающиеся. Мы относимся к развивающимся. И поведение, да, и ценообразование курса валюты у нас во многом зависит от внешней экономики, то есть от того, что происходит в мире, от того, что нам диктуют западные партнеры. То есть, скажем так, с той стороны, да, что происходит там, в мире, оно отражается у нас. Потому что тот же самый доллар, та же самая евро, британский фунт, ну и другие там валюты, которые можно рассматривать, да, развитых стран, они все равно дороже гривны. И, соответственно, в этом случае, я думаю, что независимо от результатов, курс доллара будет расти. Ну, нельзя сказать, что каким-то там сильно быстрыми темпами, да, но, тем не менее, в целом, да, динамика такая, что он будет укрепляться. Ну, да, тоже абсолютно согласен с Сергеем, что хотим мы этого или не хотим, но доллар имеет четкий тренд на рост по отношению к гривне, если мы возьмем даже среднесрочную перспективу. Максим, ну, а вы что скажете по поводу вот нашей текущей политической ситуации? Повторю вопрос, как местные выборы повлияют на курс национальной валюты? Могу только согласиться с теми словами, которые уже сказали. Но я хочу подметить, что любые выборы, исторические и по практике мировой, абсолютно неважно, какие это выборы президента и так далее, то, о чем говорил ранее, они всегда вносят в нотку такой неопределенности, возможно, легкой формы неопределенности и так далее. Обычно в такие периоды курс может либо застыть на месте, либо просто ослабевать в дальнейшем. Сейчас то, о чем говорил, по факту поддерживаю то, что сказал Сергей Анатольевич в плане того, что происходит глобально в экономике. И курс, вернее, выборы, они глобально не повлияют на укрепление либо ослабление гривны, потому что есть макроэкономические факторы, показатели, которые сигнализируют о том, что у нас динамика только вверх. Спасибо, но от себя хотел бы добавить, что я лично прогнозирую и тут согласен с коллегами, что ближайшие выборы, именно ближайшие выборы никак не повлияют на курс доллара. Почему? Потому что есть действительно так называемые макроэкономические показатели. Но вы знаете, опасность вот в чем. Дело в том, что в Украине, как верно вы отметили, которые относятся к развивающимся, есть очень большой политический риск влияния на курсовую стабильность. Поэтому, если не дай Боже, конечно, после выборов у нас начнутся какие-то политические перетрубации, а на самом-то деле к этому предпосылки есть, то это может напрямую повлиять на курс доллара-гривны. И тут остается уповать только на сдержанность, на профессионализм и, если хотите, на консерватизм нашего регулятора Национального банка Украины, у которого действительно, вот как отмечалось, достаточные золотовалютные резервы, по крайней мере, чтобы удерживать курс гривны на так называемом уровне критического импорта, который составляет один квартал. Но поэтому я что хочу сказать, самое главное, экономикой и экономикой, но, увы, к большому сожалению, на курс нашей национальной валюты влияют и субъективные факторы, но минимизировать их влияние – это, в общем-то, одна из задач регулятора. Следующий вопрос к нам пришел, действительно, вот очень важный, мы его так поверхностно затронули, но огромный пласт наших сограждан, огромный пласт тех людей, которые в том числе создают, пусть и не львиную, но значительную часть ВВП, он интересует. Вопрос следующий. Как страна может поддержать предпринимателей в той ситуации, которая складывается сейчас? Ну, я имею в виду, вернее, очевидно, зритель имеет в виду связанное с коронавирусом. Ну, я от себя тоже вот добавлю такую вот, что ли, штуку, которая очень гложет меня. Как вы считаете, государство делает все возможное для поддержания малого и среднего бизнеса? Сергей, пожалуйста. Ну, я думаю, что не все возможное. По крайней мере, хотелось бы, чтобы, ну, если опираться на то, что мы видим, да, хотелось бы, чтобы действительно было больше поддержки именно среднему и малому бизнесу, потому что, на мой взгляд, пока на той должной поддержке, которая должна была быть, или хотелось бы видеть, да, ее пока нет. Ну, а вот если говорить более конкретно, Максим, уже вопрос к вам. Как вы думаете, государство могло бы расширить, скажем, какие-то финансовые фонды или новые создать целевые программы для финансирования мелкого и среднего бизнеса? Вопрос звучит следующим образом. Все ли делает? Ну, как по мне, нельзя вообще выкладываться, нельзя говорить, что в 100% кто-то что-то делает и так далее. Но не суть. Как по мне, на текущий момент понятно, что есть моменты, которые не напрямую влияют на развитие малого и среднего бизнеса, но очень важный момент, который касается непосредственно денежно-кредитной политики, монетарной политики, которую проводит, мягкая политика, которую проводит Национальный банк Украины, это снижение процентной ставки. И если вот малый бизнес ищет для себя инвестиции, он может рассмотреть на текущий момент для себя вариант взять в кредит при возможности, потому что кредит на текущий момент, ну, давайте начнем с того, что учетная ставка, это ставка, под которую Центральный банк выдает кредиты коммерческим банкам, она сейчас находится на уровне 6%. Для сравнения с началом текущего года, в январе 2020 года, она была на уровне 13,5%. Сейчас кредиты намного дешевле, чем были в начале года. Что это значит? То, что они становятся более доступными для населения, не так, конечно, как в Европе, как в Америке, в разных странах, далеко не так, но это один из рычагов, один из факторов влияния, которым могут пользоваться малый и средний бизнес. Вы можете сейчас увидеть, что в банках кредиты подешевели, точно так же, как и депозиты. И такая динамика будет сохраняться. И согласно так же бюджету, который 20-21, по прогнозам, и учетная ставка может снизиться и до 5,5-5%. Более чем вероятно, это значит, что кредиты будут дешевыми, более-менее. А это значит, что и малый и средний бизнес сможет взять для себя некую инвестицию. Я бы хотел добавить, будут ли создаваться те условия, в ходе которых предприниматели будут позволять себе брать те же самые кредиты для того, чтобы развивать свой бизнес. Это, наверное, самое главное. Другой вопрос, да. Ну, вы знаете, со своей стороны, хочу сказать, что я общаюсь достаточно плотно с большим количеством людей, которые заняты в бизнесе, именно в мелком и в среднем. Но на самом-то деле не все так, как нам говорят на бумаге. В частности, несколько, вот я сталкивался уже с примерами, когда людям отказывают в предоставлении кредита, как они считают, по надуманным, в общем-то, факторам. На самом деле это очень удивительно. Почему? Потому что, вот коллеги не дадут соврать, уже несколько лет в украинской банковской системе наблюдается такая ситуация, которая называется надликвидность, то есть ликвидных средств или просто средств, простым языком, в банках очень много, но они их предпочитают не вкладывать в реальный сектор экономики, а просто держать у себя на курс счете. По вот последней статистике, которую я видел в прошлом месяце, это надликвидность, она почти больше, чем в два раза была, больше, чем необходимо по тем нормативам, которые установил Национальный банк. Это свидетельствует о том, что банки, оценивая риски вложения в реальный сектор экономики, твердо убеждены в том, что лучше деньгами не рисковать. Ну, не говоря уже про то, что всегда с кредитованием мелкого и среднего бизнеса могут возникать разные дополнительные риски. Ну, вот банки пока и существуют государственные программы, как бы вот эти денежные средства вкладывают, но с определенной, так сказать, осторожностью. Ну, вот приходит к нам еще один вопрос. Все-таки хотят от нас прогнозы, да? Учитывая, что вот коллеги являются финансистами, аналитиками, то есть могут что-то спрогнозировать. И вот один из наших зрителей моделирует такую ситуацию. Ну, вот допустим, в Украине объявляют еще один масштабный карантин. Ну, я понимаю, такого уровня, как был у нас весной. Как это скажется на долларе напрямую? И в этой связи какой верхний предел черного рынка доллара можно прогнозировать? Ну, вот я открыл график, сейчас смотрю. Да, у нас есть вот текущая картина. У нас 15 января 2018 году был получен, есть ключевой уровень 28,80. То есть, если мы пробиваем, ну, даже вопрос стоит не в том, если мы пробиваем, да, а когда мы пробиваем данный уровень, потому что его будут пробивать однозначно. Доллар будет расти. То есть, после прорыва данного уровня мы открываем горизонты на тот исторический минимум, максимум, который был получен с 15 февраля 2015 года, 35, ну, на черном там до 40 доходило. Поэтому я бы не сказал, что это будет стремительно быстро, но техническая картина, она способствует такому росту. То есть, вот по технике прямо смотрится вверх. Поэтому вопрос стоит, когда мы прорываем уровень 28,80, открываем дорогу вверх. Поэтому во время матрицы сказать сложно, потому что, опять же, здесь учитывается много факторов, будет ли карантин, да, то есть, ну, и последствия, да, его, потому что, ну, мы видим с начала года, да, доллар вот вырос, и, как говорил Максим Сергеевич, 15% роста, поэтому не исключено, что такая же тенденция будет повторяться и дальше. Ну, горизонты открываются 35 и выше, вопрос только времени. Ну, не очень так радужно звучит. Все-таки хотелось, чтобы, может быть, Максим добавил немножко оптимизма, и, может быть, я ошибаюсь, но все-таки вот этот горизонт в 35 и выше, это же, очевидно, вопрос нескольких лет. Я тогда вас обрадую. Да, я согласен в том, что вряд ли мы увидим уровень 35,00 в ближайшее, там, в будущем, и даже если нам объявят карантин опять, почему? Вторая волна, да, это не совсем хорошо для экономики, это в целом для всего мира. Сейчас это ощущает уже Израиль, например, который полностью изолировался, сейчас Британия, Германия, Испания, она находится на полшаге от того, чтобы не ввести общенациональные карантинные нормы, ну и в красную зону также входят США и Франция. Эти страны, они уже, знаете, имеют такой некий иммунитет к тому, что происходит в мире, то есть мы по факту уже готовы, мы уже видели, как происходил карантин, я говорю, что, конечно же, это придаст сил по ослаблению национальной валюты, но не в таком масштабе, как по мне. Я думаю, что все-таки отметка в декабре 29-29.50, она более реалистична в этом году. Ну, согласен, тем более, что именно такой курс заложен и в так званому оновленному бюджете на ЦРИК. Кстати, друзья мои, открою небольшой секрет, ну, это для тех, кто слабо связан с финансовым рынком. Вы знаете, есть один косвенный показатель, по которому вы можете определять, насколько стабильна ситуация по той или другой валюте. Вот, естественно, мало кто из обычных зрителей обращает внимание вот на цифры, на графики, на кои ссылались мои коллеги. Конечно, мы обращаем внимание прежде всего на ту сумму, на те значения, которые есть в обменных пунктах, да. И вот, смотрите, чем больше разрыв между покупкой и продажей, тем больше нестабильна ситуация на финансовом и валютном рынке. В принципе, нормальным считается, когда разница между покупкой и продажей валюты, ну, где-то так процентов 5. В данном случае, если брать сегодня по евро, это где-то 15-20 копеек. Вот, чем больше разница этой маржи, тем больше вероятность ситуации того, что кто-то либо играет на понижение, либо играет на повышение. Ну, а в любом случае, кто у нас всегда проигрывает, когда играются какие-то финансовые спекулянты? Понятно, что граждане Украины. Поэтому вот еще раз, нужно быть очень аккуратным при приобретении валюты. Просто в том плане, я говорю, чтобы вы не приобрели кота в мешке. Ну, что ж, друзья, мы будем заканчивать. Если есть что-то добавить, что мы не осветили, Сергей, Максим, пожалуйста. Ну, я думаю, в принципе, там вопросы, которые были, мы озвучили. В плане евро, да, там, если смотреть на курс евро, то в целом динамика по евро, вот я сейчас смотрю тоже график, есть ключевой уровень 35-50. Он был получен в том же году, в 2018 году, 15 января. То есть по евро может быть движение к этому уровню. Сейчас какое-то время может быть небольшой спад. Техническую картину, думаю, Максим Сергеевич более подробно может объяснить. А в целом, вот, ожидаем уровня 35-50. Вот здесь я добавлю, там, по поводу сроков, да, потому что меня поправили, там, это не в ближайшее время, да, то есть не нужно там думать, что к концу года такой курс может быть. То есть это на перспективу. То есть если вы для себя, чтобы понимать, куда ориентироваться по курсу евро, да, отметка 35-50. Вопрос временной, он может быть достигнут как очень быстро, ввиду каких-то факторов, влияющих, да, на та же самая паника, там, ну, то есть есть здесь факторы, которые влияют на быстрое движение. А есть нормальное движение. Если в нормальном движении, то это может быть там в течение какого-то полугода, года. В следующем году мы это можем увидеть. Поэтому вот, ну, дополнение просто по евро. Спасибо, Сергей. Максим, если есть что-то добавить. Сергей Анатольевич все сказал. По евро у меня тоже есть личное мнение по поводу того, куда ожидаю к концу этого года. Это уровень где-то 34-00, более вероятно. Не исключая того, что уйдет даже в 35-00, 35-50. 34-00 это такая первая, первая такая отметка, которую я вижу ближе к под елку, чтобы люди увидели. Спасибо вам. Мне остается добавить, что сегодня мы были в компании Сергея Родлера, аналитика компании Телетрейд, и Максима Рыщака, аналитика Центру биржевых технологий. Ну, и я, Владимир Коваль, желаю вам финансовых гараздей. На все добре. Продолжение следует...